Прифронтовой Бахмут. Рядом Светлодарская дуга, а дальше подконтрольные ДНР Углегорска-Дебальцево. Ежедневно автобусы привозят на автостанцию Бахмута пенсионеров из неподконтрольных районов Луганской и Донецкой областей. Каждые 56 дней человек пересекает линию огня для того, чтобы не потерять единственный доход – пенсию. Если хочется, надо получать. Люди из автобуса постоянно пополняют живую очередь возле местного отделения Щадбанка. Скопление людей видно издалека, но толпа собралась и внутри. Это ожидание длится часами. Некоторые готовятся провести здесь ближайшую ночь. Вот 4 минута мы выехали. А назад? А назад мы можем сегодня не попасть. 87-летняя Антонина Тихоновна заняла очередь немного позже – в полдесятого. Но для того, чтобы прийти пораньше, пенсионерке пришлось встать на рассвете. Приезжаю и без толку. Вот 3 октября сдала, только за один месяц дают и все. Сейчас пойду совбез обратно. А почему за один месяц? Откуда я знаю? Ну вот я вышла из дома в 5 часов. Утро и приехали? Приехала, вот только сейчас узнала, что за один месяц опять получать буду. Уже половина десятого, да? Да. Если хочется, надо получать. Владимир с виду на пенсионера не похож. Оказывается, внешне крепкий мужчина – ветеран афганской войны. Был трижды ранен, перенес операцию по шунтированию сердца. Он уже год живет без пенсионных выплат. 16 месяцев не получаю пенсии. Почему? В пенсионные обращаюсь, нет списка. И все. Прописано в Макеевке, а проживаю в Константиновке. Как вы добираетесь? На чем вы ездите? Ну, нанимаю машину. Это же дорого. Дорого, очень дорого. За минималкой, допустим, ехать, если, то выгоды вообще нет получать. Владимир приехал в Бахмут вместе с супругой Валентиной. Пенсионный к начальнику он обращал. В каком городе? Константиновка. Константиновка. Что сказали? Вы письменно? Не будем выплачивать, не будем. Он уже сказал, возобновите хоть мне сейчас. Почему сейчас? Дайте ответ, почему не выплачивается. Почему? Причина. Я все выполняю. На каком основании? На каком основании. Автобусы, маршрутки, попутные автомобили и такси. Все пути исследованы и испробованы пенсионерами с неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей. Война внесла коррективы в быт, восприятие жизни. Мария из оккупированной Горловки два года прожила без пенсии. Шрам на ее лице – след осколка боеприпаса. Несмотря на пережитые ужасы войны, женщина сохраняет оптимизм. Полежала в больнице, она у меня зажила, я не стала ехать, чтобы сделать меньше шрама. Ну так получается, вот и все. Скажите, а не было желание уехать после этого? Это же так страшно все-таки. Неа, в подвале сидели, ничего. Привыкли, да? Привыкли уже. А как вообще жизнь в Горловке? Хорошо. Да, не страшно ничего, мы не боимся. Мы уже привыкли там жить. У меня и сахар, и все. Думаю, что я поеду? Я здесь получу, пойду на базар, и все. Марию, Владимира и Антонину Тихоновну объединяет не только война, но и ритуал, который они вынуждены повторять каждые 56 дней. Это вынужденное путешествие, нить, которая соединяет человека и пенсию. Стоит прозевать один день, и пенсия перестанет начисляться. Поэтому каждый день автовокзал Бахмута привозят новых и новых людей, которые хотят успеть. Мы идем в Бахмутскую администрацию, чтобы узнать, почему пенсионеры вынуждены приезжать раз в 56 дней, чтобы иметь право на пенсию. Оказывается, вопрос такой не стоит вовсе. Нужно жить здесь все время, а не приезжать раз в 56 дней. Все виды социальных выплат, это социальная допомога, пенсии, страховые выплаты, действуются человекам, которые фактически живут на подконтрольной территории. Питание, что до перетинок кордонного периода, 60 дней, не постаёт. Особа, которая получает социальные выплаты, должна фактически проживать на подконтрольной территории. То есть 56 дней, это 60 дней, минус 4 дня для подстраховки на случай, если 60-й день выпадает на выходной. Если человек не успел отметиться в этот срок, социальные выплаты отменяются. Если есть информация, что человек потерялся в фактическом месте своего проживания, и более 60 дней проживает на неподконтрольной территории, социальные выплаты прекращаются. То есть пенсионеры как бы обходят это правило, сохраняя законное право на пенсию. Но и это не спасает. Служба в любой момент может узнать, есть ли пенсионер по месту проживания, или он лишь покидает территорию ЛДНР раз в 50-60 дней, как это вынуждены делать пассажиры автостанции Бахмута. У нас есть обмена информации между этими органами, различными государственными органами, и может пройти дополнительная проверка. И по дополнительной проверке мы выезжаем и подтверждаем факт непроживания внутренней промышленной особи за декларованным местом проживания. И Держприкордонслужба надает нам информацию, что до перетина кордона, даты перетина кордона, або въезд, або выезд. И если выезды в ближние 60 дней, то деньги выплаты пропоняются. Александр Стукаленко проживает в Ясиноватой. Однажды он не успел пересечь границу, не вписался в эти самые 60 дней, и его лишили пенсии. Здесь я не получаю с 2016 года. Из-за того, что один раз не успели пересекти границу, нас убрали пенсию. Даже еще не рассматривали наше заявление, потому что, говорят, мы рассматриваем заявление август, сентябрь месяц. Я звонил везде, и туда звонил, и заходил в пенсионный фонд, и к заведующим заходил. И звонил на горячую линию центральной, я еще от банка Киев звонил. Они говорят, узнавайте, все на месте. В этот раз поездка за пенсией закончится для Александра Ивановича ночевкой на вокзале. Александр Иванович, Мария, Антонина Тихоновна, Владимир, его жена Валентина и люди, не захотевшие общаться на камеру, одни из многих пенсионеров, втянутых в жесткую игру кошки-мышки. В этой игре участвует в том числе и государство, которое может в любой момент лишить человека пенсии, убедившись в том, что он живет на неподконтрольной территории. И если прозевать заветные 60 дней, игра закончится.